Ночью Лёвушке, Махимовске, Каховка, Машовка. Каховка? Да. Станция Каховка? Да. Каховка. А что за слово такое Каховка, интересно? Слово, интересно. Каховка. Каховка. Я просто не знаю, что это значит, слово Каховка. Хорошо, сколько вам лет, Андрей? Нет, 36. 36. А работа ваша какая? Это все. Ну, можете немножко обмануть. Нет. Ты видел, что про... Слышал свой свой эфир. И когда я буду здесь, что про Питер, что-то там говорила. Вы в какой сфере? Вы в бизнесе? Вы военный? Кто вы? Я просто хочу понять, кто передо мной сидит. Я вас не вижу... Военный? Нет. Ну, кто вы? Какой образ жизни? Я пущий человек. Вы не в бизнесе? Вы не трак-драйвер? Нет, конечно. Строитель? Строитель, слесарь? Кто вы? Я? Клавщик. Клавщик. Окей. Ну, чтобы понять, о чем у вас... А родились вы в какой стране? В каком городе или деревне? Я? В Туле. В Туле. Так. Ну, спасибо, что вы поделились с нами информацией. Так. И вы хотели сказать, что вы поддерживаетесь СВО? Или у вас папа воюет? Или там вы вернулись из СВО? Ну, нет. У меня, по-моему, есть друзья, которые там воюют. Друзья воюют. Угу. Ну, а вы не хотите позвать друзей в Курск область? Потому что война сейчас в Курск области. Люди побросали своих собак. И им хочется вернуться домой. А ваши друзья почему-то нападают на украинцев. Не хотите вернуться и защитить свою родину? Ну, то есть они не хотят? Вы не хотите им сказать, поменяйте вот вашу локацию? У вас вода, война в России. Ну, и что? Нет. Это война, это война. Это вообще хер вы с ней, с этой войной. А где хер, то, что у Украины будет полно пиздец, это уже ясно. Там уже ходят слухи, то, что будут переговоры, а то, что будут мировые. Типа того же. Андрей, хорошо, давайте так, давайте так. Вам эта война нужна? Вот, изначально, в 14-м году, Крым, Донбасс. Вам сильно нужен был Донбасс? Это не нужна вообще война. Эта война вообще не нужна. Правильно, хорошо. Донбасс тоже не нужен. Луганск тоже не нужен. Конечно, нет. Конечно, нет. И, конечно, сейчас вам не нужны никакие в Курске, ЗСУ и мёртвые, не знаю, под Киевом, да? Вам не нужны никакие смерти, правильно? Ну, естественно, это же нет. Ваше окружение поддерживает ИСВО? Или тоже, как вы, не хотят никакого ИСВО? А кто поддерживает ИСВО у вас в России? Ну, кому она нужна, если вы ее не поддержите, и вы Москва? Кому она нужна? Деревня, что ли? Москва. Не Москва, это Россия. Нет, я почему Москва? Москва, вы же центр. Если вы захотите поменять что-то, вы поменяете друг друга, и вся остальная Россия к вам присоединится. Они же не решают. Вы центр принять решение. Поэтому я говорю, если Москве не нужна ИСВО, почему она продолжается? Сегодня вы скажете, ИСВО заканчивается, и вся страна скажет, о, молодцы. Вот, сейчас в октябре будут идти переговоры об окончании войны. Судя по вашему диалогу, Андрей, всем нужно окончание войны. И в 45-м мы тоже хотели вернуть войну. Но вы же сейчас, мы же говорим, что нам и 14-й год был не нужен, и Луганско-Донецк нам был не нужен. И Гиркин, и Нильчаков нам были не нужны, да? Ну, естественно, не нужны. Вот, получается, ну, так у нас одинаковые планы. Все из России, они возвращаются в Россию, а Крым возвращается в Украину. И все, все возвращается. Андрей, он не был, он не был российским. Он не был российским. Почему это не был? Ну, подождите, Андрей, мы сейчас уйдем далеко от темы. Вы скажете, что вы не поддерживаете СВО. ИСВО поддерживает Крым, войну ради Крыма. Вам эта война ради Крыма не нужна? Ну, не за война, но Крыма это Россия. Нет, Крымские татары не россияне. Они сидят сейчас в тюрьме, Крымские татары. Ну, ты смотри, ты пишешь, ты читай историю, что Крым был в России, всегда был в Крым России. Нет, нет, Крымским татарам несколько тысяч лет. А Москве 800, нет, 800. И если мы вернемся 800 лет назад, то московский князь целовал сапог крымского хана. Ну, о чем вы говорите? Какой Россия? Под Россией? Да, Россия, ну, Москва ходила, под Крымом. Нет. Да. Москва ходила. Москва ходила. Москва, Москва, Москва первые 500 лет только и ходила под... У вас же в Москве есть поклонная гора. Кому вы кланялись, как вы думаете? Кому? К Крымскому хану и кланялись. К Крымскому хану и кланялись. И дань носили. И за ярлыком ездили к хану. Ярлык. А ярлык это разрешение на ханство. Если, например, если хану не понравился вот какой-то московский князь, он его прилюдно четвертовал, руки отрубал, сначала пальцы, потом руки, потом ноги, а потом голову, а потом ставил нового князя. Вы ехали туда, туда, к ханству, к ханам, и там он решал, если вы не могли руководить своей собственной жизнью, а о каком Крыме вообще шла речь? Это только последние 200 лет, 200 лет, да? Там Катька, да, немка пришла к вам, немецкая женщина пришла к вам и сказала, что Крым ваш, ну это немка пришла. Какое немка имеет отношение к вашим отношениям к Крыму, к крымскому татарам? Никакого. Это же немка. Вы что, немцев любите? Вы немцев любите? Вы Гитлера любите? Есть. Ну а зачем вам Гитлер или Катька? Катька такая же немка, как и Адольф. Вы своей головой когда будете думать? Вам нужно с миром дружить, а не ходить кого-то убивать. Заканчивайте войну. Заканчивайте. Все будете живы. А то, что все это кончится и все. Что кончится? Оно не должно было даже начинаться. Крым и так, туда, в Крым люди едут плавать. Просто плавать и бухать, и пить крымское вино. Зачем Крыму окопы? Подумайте про местных жителей. Им теперь, ну, никакого бизнеса. Ну, никакого бизнеса нет. Американцы не ездят, украинцы не ездят, белорусы не ездят. Поляки не ездят, латыши не ездят. К вам какие-то только богатые россияне. Так в Соловьево нет желания есть в Крым. У него дача в Испании. Вы наверняка в Крыму тоже никогда не были. Сейчас все ездят в Крым. Ну, вы же никогда не были в Крыму? Я почему не был в Крыму. Где? В Судак. В каком году? В годах. Ну, я могу сказать, что в Судак ездили люди со всех концов мира. Да. А сейчас только из Москвы. Ну, подумайте, насколько упал бизнес. Это же плохо. В Судаку не нужна война. В Судаке должны люди трахаться. И все. И все. Больше нет никакого смысла. Ну, летят люди у всех тогда романы, и там люди делают детишек в Судаке. А теперь никаких детишек. Все. Подумайте. Вы должны пожелать Крыму счастья и благополучия. Счастье и благополучие начнется тогда, когда оттуда выйдут все войска. Это была оккупация в 2014 году. В 2014 году туда люди зашли с оружием. Туда должны люди приходить в плавках. Просто плавать, и все. Плавки и надувной круг, и все. Надувной круг, плавки, и все. Больше ничего не надо. Вы пришли туда с оружием. В 2014 году вы пришли с оружием. С оружием. С оружием. Это плохо. Это очень плохо. Вам сейчас с оружием не нравятся люди в Курской области. Вам не нравится. Но когда вы пришли с оружием, да, они типа молодцы. Вы себя оправдываете. Я говорю, вы хотите закончить войну? Заканчивайте. Убирайте своих мальчиков обратно. Они приехали из Иркутска, правильно? Пусть они из Судака возвращаются в Иркутск. У них квартиры целы. Их никто не оккупировал в Иркутске. Окупация всегда заканчивается. У нас была немецкая оккупация в Судаке, правильно? Там были немцы. А сейчас немцев там нет. Немецкая оккупация закончилась. И помните, когда шла война? А мы же пошли до Берлин. Вы хотите, чтобы ЗСУ пошло до Москвы? Вы хотите, чтобы ЗСУ разберлило всю Москву? Как мы разгромили Берлину? Когда она начинается, она начинается на чужой территории. И все такие, ой, хорошо, хорошо, хорошо. А потом, когда начинает закатиться...